Следующий докладчик профессор Шипулин Владимир Митрофанович, заслуженный деятель науки Российской Федерации, среднесосудистой хирургии в Томске, история, достижения и перспективы. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, мне предоставлена честь первым выступить из учеников Литинь Тенча. Я был первым у него кандидатом наук и вторым доктором наук. Вот об истории немножко. Вот первая операция на сердце в Сибири была выполнена в 2007 году в Томске Платоном Ивановичем Тиховым. Я не знаю, читал ли Литинь Тенча его, да скорее всего читал, потому что Тихов выпустил двухтомник по хирургии, и там этот случай как раз и был описан. Может быть это подтолкнуло студента медицинского института увлечься кардиохирургией. Ну, эту фотографию вы все видели, и о встрече Пекарского с Амосовым в то время мне рассказывал уже Амосов. Я вашего Пекарского со студенческих лет знаю. Литинь Тенча был новатором и новатором совершенно реальным. Он и свои идеи воплощал сразу же в клинику, и идеи других ученых. Нашим наставником в хирургии, я еще раз скажу, был Евгений Иванович Мишалкин. Дело в том, что это была очень тесная дружба, и благодаря тому, что Викторин Тенча дружил с Евгением Николаевичем Мишалкиным, мы неоднократно, а молодые хирурги, стажировались в этом первом большом центре кардиохирургии в Сибири. И поэтому мы очень хорошо знаем всех сотрудников, которые начинали и развивали хирургию в 70-е годы в этом институте. Ну и сейчас у нас продолжается дружба и сотрудничество. А сейчас я просто расскажу то, что мы сегодня делаем и развиваем после кончины Викторин Тенча. Аутоартериальная ревоскулиризация. Я хочу обратить внимание, что первая операция ауртокоронарного шункирования была выполнена Викторин Тенча в 88-м году. Аутоартериальное шункирование – это очень модный тренд в современной коронарной хирургии. И кто только не предлагает, какие различные варианты анастомозов, и подготовку этих анастомозов, и подготовку шунтов к мини-инвазивным операциям. Всем мы этим сегодня занимаемся. Вот даже используемые компьютерную томографию для того, чтобы выбрать наиболее подходящие случаи для успешной именно мини-инвазивной ауртокоронарной шункирования. Лечение, одновременное лечение коронарной болезни и фибрилляции предсердия, что очень часто в реальной жизни происходит, также нами активно осваивается. Опять же вспоминаю Викторин Тенча, который с мерцательной людьми начал бороться во время подготовки своей докторской диссертации. Первая операция резекции аневризма левого желудочка была выполнена Викторин Тенча в 1988 году. Сегодня эта тема очень широко развивается в нашем институте. Благо, в нашем институте есть все возможности для развития этой темы, потому что есть возможность и дооперационной диагностики, и оценки, возможности реконструкции левого желудочка у этих больных тяжелых с фракцией меньше 40 и огромными сердцами, которые достигают полкилограмма. Здесь я просто привожу те слайды, которые демонстрируют наши сегодняшние возможности. Мы очень сейчас увлекаемся оценкой энергетического вклада операции по реконструкции левого желудочка. Насколько они на самом деле гемодинамически эффективны, потому что в самой идее реконструкции левого желудочка, в придании ему нормальной формы и размеров, иногда извращается закон Старлинга. И вот понять гемодинамическую эффективность этих операций – это очень важно. На этот вопрос Александр Михайлович Чернявский подтвердит, что второй посыл стич-трайла ответа однозначного не дал. Мы разрабатываем и морфологические предикторы, и гуморальные предикторы успешной операции и дальнейшей жизни наших пациентов. В 1990 году Витентин Кинщин была выполнена операция кардиомиопластики. По этой теме в дальнейшем Шамил Джаманович защитил докторскую инсертацию. Тема эта очень активно развивалась. Мы выполнили большое количество операций, были по количеству выполненных и удачно выполненных операций, так сказать, лидерами. Но опыт показал, что эта операция не столь эффективная, как на нее возлагались надежды. Но тем не менее, смотрите, прошло 10 лет после первых операций, нет, даже больше, 20 лет после первых этих операций, а сегодня опять говорится о том, что кардиомиопластику-то вообще забывать не надо, потому что принципы этой операции, они интересны и физиологически оправданы. Так что, аутологичные клетки тоже широко использовались, и сейчас эта идея не угасла в нашей клинике, потому что в определенных случаях операция давала эффект. Особенно при выполнении таких операций, как гибридные операции, у больных генитационной кардиопатии с использованием внутримиокардиального введения клеток. По крайней мере, ранний, послеоперационный период у этих больных протекал глажа. Тема, которой Викен Кенч не занимался, но мы сейчас активно занимаемся. Я здесь помещаю фотографии руководителей Кен и учеников Викен Кенч. Это вот комбинация эндоваскулярного стендграфта и сосудистого протеза для выполнения гибридных процедур на грудной аорте. Вот я пишу, что использование стендграфта и Витта плюс в 36 случаях. Я доклад этот готовил месяц назад, сегодня 42 случая. То есть операция внедрена и активно используется, успешно используется. Но операция, как вы знаете, это не только хирургическое искусство. Это прежде всего сохранение гомеостаза организму больного, у которого проводится длительное искусственное кровообращение, да еще при умеренной гипотермии, да еще и с остановкой вообще кровообращения. То есть арест возникает очень часто и неминуемо возникает. Очень важна защита головного мозга на этих этапах. Так что это тоже входит в сферу наших интересов. Операция большая, дорогая, трудоемкая, но она приносит свои плоды. Вот здесь на графике вы можете посмотреть успешно выполненные операции. И люди живут до пяти лет. До пяти лет. А почему не больше? Да потому что мы эту операцию разрабатываем пять лет, и мы еще не отследили до конца всех своих пациентов в более отдаленные сроки. То есть они живут. Опять возвращаясь к идеям и к реальной работе Викентина Тенча. Это хирургия фибрилляции предсердий в сочетании с пороками сердца. Темой занимается профессор Лев Тушенко. Тема развивается постоянно. Опыт сотен операций. Но и сейчас мы уже отходим от протезирования клапанов сердца. Мы стараемся сохранить клапаны сердца даже при ревматической болезни. То есть при таком, казалось бы, поражении, после которого восстановить функцию створок очень сложно. Мини-инвазивная хирургия при приобретенных пороках сердца, таких как дегенеративные процессы различные, тоже внедрено и развивается в нашем центре. Последние пять лет мы очень большое внимание уделяем хирургии гипертрофической кардиопатии. С хорошими отдаленными результатами. Хирургическая коррекция ВПС у детей. С чего, собственно, и начиналась первые шаги кардиохирургические в наших стенах общей хирургии и не кардиологии. Тема сегодня развивается профессором Кривощоковым. Здесь вот на графике показано, как растет количество успешных операций с искусственным приобретением у детей. И акцент делается на хирургии ВПС раннего возраста. Очень много пациентов новорожденных до года. Вчера вот Алексей Мисхешвили, профессор, был свидетелем повторной реконструктивной операции, по поводу которой он сказал, что никогда такого не видел. Правда? Вот. Успешно выполнил. Концепция современного подхода этапного хирургического лечения ВПС с единственным желудочком сердца. Ну, кто этих больных не видел, не знает, трудно себе представить. Три этапа. Три этапа. То есть новорожденному одна операция, подрост, вторая операция и завершающая операция в 3-4 года. Очень интересный раздел, который у нас развивается успешно в детской кардиохирургии. Это хирургия коортации аорты. Вот я по себе знаю, мы столько наделали операции при коортации аорты, когда у нас не было еще хорошей диагностики. Мы не знали того, что эта операция должна очень часто сочетаться вообще с реконструкцией дуги аорты. Но не было 10 лет назад таких возможностей, чтобы диагностировать, что этот порог очень часто сочетается с диплазией дуги аорты. Сегодня мы имеем хорошую диагностику и совершенно новый подход. Если коортация, это не значит резекция в конец в конец. Это сложная большая операция по реконструкции дуги аорты, ну и ликвидации коортации. Так как миоктомия у детей. Вот Иван Владимирович имеет сегодня очень большой опыт миоктомии у детей. Об этом будет говорить Сергей Леонидович позже в своей лекции. Мы накапливаем опыт подобной хирургии у детей раннего возраста. Конусная реконструкция при аномалии Эпштейна. Не наша разработка, но мы ее активно внедрили с хорошими отдаленными результатами. Кандидатская института Святения Тенча 1964 года была посвящена кровопотере. Я этот прибор знаю. Как он работает знаю. Вот один, может быть, из немногих, который видел его в работе. Но тема и идея не угасли. Вот Юрий Кириллович Подоксенов и Юлия Станиславовна занялись этой темой. И что оказалось? Оказалось, что заниматься аутодонорством очень полезно и очень интересно. Когда мы посмотрели на первые результаты, то были удивлены. Люди с двумя пороками, приобретенными сердце, казалось бы, в чем душа держится, А некоторые люди очень устойчивы к кровопотере. И у них до операции можно взять до литра крови. Без всякого ущерба для демодинамики. И поэтому мы выработали подход к аутодонорству, исходя из толерантности пациентов к гипоксии. То есть не надо пользоваться донорской кровью. Мы ее берем до операции у этого же больного, тяжелого больного, без всякого ущерба. А потом ее после искусственного кровопрощения возвращаем к кровопотере минимальной. Вот этот подход физиологический. Никак вот за границей не можем публиковаться. То одни при гирке, то другие. Но идея абсолютно наша. И я больше такой идеи нигде не встречал. Отчитаю все время на эту тему. Вот. Дает и материальный эффект, и эффект клинический. К нам вот сейчас большое количество больных, свидетелей ЕГО, поступают. Процедура вот такого подхода, она с одной стороны удорожает операцию, а с другой стороны, что значит прооперировать тяжелого больного без донорской крови. Это и снижение количества пневмонии и так далее. То есть лучше, конечно, чужую кровь не переливать. Все это знают. Количество операций с искусственным кровопрощением растет год от года. И мы уже три года превысили рубеж в тысячу ИК. То есть являемся совершенно полноценным кардиохирургическим центром. А с 1 сентября 2016 года совместно с университетом медицинским мы впервые открыли, впервые истории, учебную историю мединститута, медуниверситета, открыли курс сердечно-сосудистой хирургии и кардиоанестезиологии. Благодарю за внимание.